Депутаты Новгородской областной думы собрались сегодня на заключительное заседание в этом созыве. Началось оно с подведения итогов работы за минувшие пять лет. Наш парламентский корреспондент Елена Казакова обобщила успехи, победы и трудности законотворческой деятельности народных избранников нашего региона. Шестому созыву Новгородской областной думы пришлось нелегко. Меньше чем через полгода после избрания в регионе сменился губернатор. Андрей Никитин в какой-то мере переформатировал работу правительства, сразу активно начал работать с федеральным центром, продвигая регион, добиваясь его участия в различных госпрограммах. И с одной стороны парламентариям приходилось глубоко изучать каждый законопроект, а с другой работать оперативно, чтобы как можно скорее распределять в бюджете полученные из государственной казны дотации. Мне он запомнился прежде всего насыщенной, кропотливой и дотошной работой над законопроектами. Их было рассмотрено немало, а действительно вникать приходилось во все нюансы законотворчества областного парламента. Плюс к этому он запомнился мне такими жаркими, полемиками по поводу тех или иных вопросов. За этих, грубо говоря, четыре последних года, потому что первые полгода еще так мы присматривались, много принято закону и использовано средств. Ну, будем говорить так, если мы начали, был бюджет 30-31 миллиард, чуть побольше 30, сегодня бюджет вырос на 25% практически. Сегодня у нас, я думаю, что мы закончим этот год где-то 42-43 миллиарда. В итоге регион стал участником почти 40 различных государственных программ, но и сам областной парламент не отставал и работал над собственными инициативами. Причем, по словам председателя облдумы Елены Писаревой, большинство законопроектов, в том числе вынесенных на федеральный уровень, было разработано по итогам встреч с избирателями. Это индексация пенсии пенсионерам, опекунам, первоочередной прием детей в школы, в которых уже обучаются их братья и сестры, почетные звания для населенных пунктов региона и другие инициативы. Не имеет права депутат работать просто за закрытыми дверями. Депутат обязательно должен встречаться с избирателями, проводить не только приемы, а большие встречи. Пусть они иногда даже носят очень такой серьезный эмоциональный характер. Может быть, что-то негативное для самого депутата. Нет. Вот эти встречи обязательно нужны, потому что только во время их рождается то зерно истины, которое потом рождается законом. Что же касается августовского заседания, получилось оно нетипичным. И не только потому, что стало последним. Шестой созыв Новгородской областной думы запомнился многим длительными обсуждениями и спорами. Порой они занимали два, а то и три с лишним часа. В этот раз повестка была непривычно короткой. Всего восемь вопросов. Прощальным аккордом, в частности, стало расширение перечня аграрных специальностей, выпускники которых могут претендовать на финансовую поддержку в случае переезда на село. Для обладателей высшего образования единовременная выплата составляет 100 тысяч рублей и 60 тысяч для выпускников СУЗов. Елена Казакова, Петр Самусов. Новости Новгородское областное телевидение.